Всем привет! Сейчас 9 часов утра, и мы с Сашей едем в роддом. Это, кстати, мой второй влог. Саш, ну как, ты волнуешься? Если честно, то да. Ну я тоже немножечко. Но там ничего страшного не будет, я надеюсь. Малышу осталось сидеть со мной вместе совсем чуть-чуть. А это значит, что пора знакомиться с врачом и записываться на роды. Роддом мы уже выбрали. И сейчас едем туда, и постараемся все для вас снять. Прямо сейчас подписывайся на мой канал, и идем на прием к врачу. Аня, смотри, я нашел памятник для тебя. О, спасибо, это мне как раз. Представляете, я только захожу к врачу в кабинет, а она сразу убегает на операцию. Ааа, как будто я вообще испугалась. Пришлось ее вот выйти на улицу, немного подождать, примерно полчаса. Я вообще в шоке, а что так бывает? Ааа, что-то она задерживается. Фуу, что-то я стрессую уже. Беременность по счету какая у вас? Серая. Вот ты выкидешь ничего не было? Чем вы болели за всю свою жизнь? Сердце, почки, печень, больки, ветеран, проснув, выкзывали и все болезни какие-то были? Не было. Лечили лазер, вам что, какая операция, как он как? Перещиваю сетчатку, а сейчас в конце. То есть месячные хотели регулярно нарушение циклов? Да, да. Сначала, после прочих, дала анализы, и мы начали как бы... Погатуру. Давайте посмотрим, если тазовая, это уже нет. Если тазовая, это значит, это возможно. Давайте сделаем мазиат. Мазиат, пожалуйста. Мазиат, пожалуйста. А вам не говорили, кто у вас, что у вас не было, какая предлежащая? Последний у нас в УЗИ-председине. Ты ничего-то сказал, что он прям на ногах там как-то... Ну, если на ногах, тогда я кулись, я вас, в принципе, не лучше. Так, блин, что там? Произошло, что-то врачей не прибежало. Я вообще там потом, блин, покрылся. Блин, ну, короче, мы прошли первый этап обследования, мне все записали, рост, вес мой. Но сказали, что, возможно, будет операция. Поэтому меня направили на УЗИ, чтобы посмотрели на малыша. Я переживаю. Я тоже. Я знала, что он на камере не сидит. Нос, глаз, второй глаз видим, да? Нет? Вот это носогубный треугольник. Посмотрите на меня. Посмотри на меня. Небольшой нос, это принято? Губа, нос, ноздри. То есть у нас тазовый, но не просто попа, а еще и ножки сюда, да? Какие ножки? То есть ножки не к голове пошли, куда? Вот так, как это вы говорите. Цель, да. Вы, да, сказали, в первом кеместре. Что вы меня снимаете? Я не вас. А кого? Женому. Что вы можете дома снимать? Ну, вообще. Нет, я не пугаюсь. Потому что отпускать породой мальчика, что-то здесь есть, как-то длинное, в любое действие. Не просто попой, а еще попой и ножки. То есть ребенок уже ближе к стрелам. 37, 38, да? Это вот так, наше с тобой. Доктор сделаем, короток посмотрим. Лицо липло, это малыша. О-о-о-о, какой он хороший. Две щеки. Ты видел щеки и глазенки. И нос кнопкой. О-о-о. Фух, я вообще все вспотела, переживала. Ну, вроде бы все хорошо по УЗИ. Правда, он сидит на попке. Ну, не нравится человеку, как-то ногами сидеть. Он сидит там, как король. Вот так вот. Ножки вот так свесил. Блин, калиночки поджал. Видите, он мне показали? Это, конечно, вообще милота. Ладно, пойдем дальше к врачу. Она нам скажет, что делать, да? Да. А они пока берут анализы. Сижу, жду ее. Ну, и что они тебе сказали там? Сказали, что все, мы вас берем. Скоро малыш уже появится. Я как раз определилась с врачом. Хорошая очень женщина. Добрая, надеюсь, все будет хорошо. Хотя я с Рыной немножко переживаю, конечно. Это все очень волнительно. Ходишь, смотришь на него на УЗИ. Сейчас еще на некоторые обследования пойду. Сердечко ему послушают. Встречи с ним уже так близко. Так, они отправили к терапевту. Короче, делают полный осмотр. Сейчас что-то скажут, наверное. К терапевту я сходила. Сейчас иду на ЭКГ. Будут мне сердечко слушать. Меня не пустили. Ху, диспансеризация, это, конечно, непросто. Ходить уже мне тяжеловато. Особенно если по лестнице. Ножки отекли уже, дышка. Поэтому сейчас на лифте поедем на второй этаж. Эй, что, не вызывается лифт, что ли? Ладно, пойдем. Ладно, сумка не нужна. Пойдем сердечко малышу слушать. Ну все, мне вроде бы все посмотрели. Я, получается, прошла предродовую диспансеризацию. Полностью померили сердечко мне и сердечко малышу. Я сходила к терапевту. Мне там выписали от отеков всякие таблетки. Осталось заключить договор и оплатить его. Сейчас тут стоять. Ну, стоимость получилась 140 тысяч. Сколько это? 140. Я пошел в банкомат. Ну, стоять. Мне с собой нету. На самом деле в эту стоимость ходит очень многое. Твой личный врач, которому ты можешь звонить 24 часа в сутки, если тебе что-то там беспокоит или ты просто волнуешься. Еще ты будешь в отдельной палате. И вместе со своим малышом пребывать 24 часа в сутки, пока ты будешь здесь. То есть ты сможешь блог тут снимать? Ну, конечно. В этом-то был и смысл. Я смогу целый день снимать блог, как что-то у меня с малышом. Какой он первая личка его посмотрите. О, ничего себе. И что надо для этого сделать? Для этого нужно подписаться на меня в инстаграм. О, круто. А меня пустят? Да. И причем пустят только туда Сашу. Как только малыш родится, первые его минутки можно будет на него посмотреть. И это может только Саша сделать. Ура, я победитель. Да. Ну, все понятно, ясно, круто. Что, будем снимать блог об этом? Будет интересно. Обязательно, да. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Будет целый видос о том, как я рожаю. Ладно, пойдем покушаем. Я вообще проголодался. И у нас сегодня с тобой еще много дел. Нам надо дома съездить, посмотреть. И вообще много-много всего. Самое интересное впереди. Мы до сих пор ездим и смотрим места, где будет дом нашей мечты. Никак не можем определиться, потому что в каком-то из поселков нам что-то обязательно не нравится. И вот мы сейчас приехали к такому шикарному месту, где открывается просто невероятный вид на озеро. Смотрите, как это красиво выглядит. Прям глаз радуется. И всего лишь несколько метров от домов. То есть ты можешь каждое утро пешочком приходить в летнюю погоду и купаться здесь на озере, отдыхать. И вообще с ребеночком классно гулять будет. Смотрите, здесь даже черника растет. Настоящая лесная. Обалдеть, какая она мелкая. Но наверняка офигенно вкусная. В общем, мы с Сашей в настоящем длительном поиске. Никак не можем определиться и найти, что нам действительно нужно. Но пока что это место понравилось и запомнилось больше остальных, которые мы посмотрели. К сожалению, дома мы тут показать не можем, потому что их построено, ну вообще, там один-два дома. А некоторые еще даже не стоят полностью недостроены. Слушай, Аня, может нам на море поехать жить? А что? Неплохая идея. Я даже не задумывалась об этом. Давай я поговорю там с ребятами. Может в Сочи я полечу? Ну, попробуй. А что, предлагают построить дом? Ну да. Это было бы вообще здорово. Ну все, я полетел. Всем привет. Вы все знаете, что мы с Аней смотрим дом и решили посмотреть дом на море в Сочи. И сейчас я туда полечу. Поскольку Аня беременна, я лечу один. Короче, регистрацию я уже прошел. Смотрите, какой со мной этот чувак. Народу в аэропорту просто нереально. Сейчас вам покажу. Смотрите, сколько людей. Так, я уже приземлился в Сочи. Иду к машине. Меня тут товарищ встречает. Погода, я вам скажу, конечно, офигенная. Не то, что в Москве дожди. Такие дела. Сейчас пойдем смотреть наш будущий дом, участок. Все покажу. Мы приехали смотреть дома. Смотрите, какой вид. Кайф. Мне кажется, пока еще ничего не построено. Смотрите, какой здесь вид из окна. Палки только мешают. Вот еще есть вот такой дом. Типа симпатичней. Так смотрится. Как вам вид? По-моему, офигенно. Смотрите, кого в горах нашел. Микекешки. Микекешки. Так, еще мы решили посмотреть, что тут в горах. Тут вообще кайф. Офигеть. Сейчас посмотрим, какие тут виды. Я там еще не был. Саша, ну ты куда приехал-то? Покататься. На серфере. В Москве? Да. Это вот на таком будешь кататься? Вообще-то, я не катался. Вау, какие здесь доски висят. Прям настоящие. О, отлично. Даже можно подкрепиться. Это как раз для меня. Вот они, как выглядят доски, на которых будет Сашка кататься. Ну и сама волна. Конечно, она сейчас выключена, но выглядит басик таким огромным. А так здесь очень прикольное пространство. Смотрите, какая здоровская кафешка. Если бы мне можно было бы, я бы тоже покаталась. Это очень интересно на волне. Я прям обожаю серфинг. Но, видимо, не в этот раз. Первое, что всегда проводит инструктаж. Вон, Саша разминается на специальном ломборде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саш, ну как тебе? Очень круто. Мне очень понравилось. Я просто так устал. Вообще нереально. Водичка теплая была? Водичка нормальная. Весь нос прополоскал. А, да ладно. Как на настоящих волнах. Ну, типа того. Ну, там хотя бы нырять не приходится. Поэтому полегче. И грести не надо. И грести не надо, самое главное. Я такой голодный, что предлагаю поехать покушать. Да, я тоже очень хочу есть. Едем за пиццей. Аня выбирает, где поесть. Любит поесть человек. Что поделать? Ну, как еще? Это наш любимый вкус. Что, будешь кушать пиццу? Да, пиццу. Хочу салатик с Буратой. Я заказала себе очень вкусный лимонад. Манго маракуйя. И сейчас наша пицца готовится. Наконец-то, наконец-то вкусная еда. Что ты тут принес? Салатика два. Сейчас еще пиццу понесу. Давай, неси скорее. Вау, вау. Какие салатики-то. Ммм. Бурату с помидорами. Пицца с хамоном. Наш любимый. Вау. Я прям сразу буду пробовать. Давай. Ну как? Отключай камеру, давай есть. Тает во рту. Ставь лайк, подписывайся на наш канал. И выбирай, какое видео посмотри в следующем.